Вашингтон передаст Киеву еще одну систему ПВО Патриот. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на свои источники. А США этот пресс пишет, что данное решение было принято штатами, так как в Киеве неоднократно призывали усилить противовоздушную оборону Украины. Напомню, что Зеленский просил передать не менее семи систем ПВО Патриот и тогда акцентировал внимание на том, чтобы партнеры Украины не теряли драгоценное время и дали России сигнал решимости. Во вторник украинский президент вместе с министром обороны Германии побывал в 21-й зенитно-ракетной группе, где украинские военные проходят тренировку для работы с Патриот. Берлин, кстати, передает Украине еще одну такую систему и вместе с союзниками 100 ракет для этого типа ЗРК. Какие объекты Украина прикроет с помощью Патриот и как может использовать новые системы, об этом мы спросили у военного эксперта из Израиля Давида Шарпа. По идее, когда есть нехватка, а нехватка абсолютно очевидна, приоритетность отдается наиболее важным целям. Важной целью это может быть вообще линия фронта, потому что вот такой вот пример. Как в Израиле говорят, что в первую главную очередь нужно будет прокрыть военные аэродромы, потому что если ВВС не сможет функционировать, дела будут так плохи, что не поздоровятся все. Поэтому, если на линии фронта будут из-за применения авиации противника особые проблемы, то это в первую очередь то, с чем необходимо бороться, потому что если линия фронта начнет двигаться в неправильном направлении, то уже и ПВО не понадобится на каком-то этапе. То есть я чуть-чуть утрирую, но я объясняю приоритетность. То же самое касается иногда ключевых объектов инфраструктуры, которые очень важно защитить, и поэтому они должны быть приоритетными. Есть случаи успешно, абсолютно стопроцентно известные, случаи применения систем Патриот из засад, так называемых, когда зенитно-ракетный комплекс скрытно выдвигается в сторону линии фронта или в сторону границы государственной, которая является линией фронта, по сути, не выдает себя включенным радаром, знает или по неким обстоятельствам, что есть хороший шанс встретить самолеты противника на большой дистанции и достает их. Был знаменитый случай в Брянской области, когда было сбито 4 вертолета и самолета российских именно такой тактикой. Знаменитый случай, когда над Азовском морем был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, видимо, системой Патриот. Ну, кстати, об этом говорили как раз американцы буквально вчера-позавчера, если я не ошибаюсь. Таких случаев были и над Херсонской областью, над Черным морем. Да, это постоянная тактика. Естественно, эта тактика предполагает риски. Когда система Патриот или другая дальнобойная или суперсовременная в средней дальности система выдвигается в район поля боя, она становится гораздо уязвимой. Ее противнику легче достать, а для противника она приоритетная, абсолютно приоритетная. Поэтому все это чревато. Но что поделать? Одна из главных задач такого рода системы – это снизить давление на приграничные города и на, собственно, поле боя. А для этого нужно создавать угрозу вражеской авиации, уничтожать ее. Создавать угрозу, кстати, это тоже очень важно. В тот момент, когда противник считает, что есть существенная угроза со стороны такого рода ЗРК, во-первых, он может поспешно избавиться от бомб, вместо того, чтобы сбросить их в заданном режиме, а значит, он либо промахнется, либо бомбы могут оказаться в Белгородской области, как это уже не раз было. Либо просто тактика будет более осторожной, которая тактика более осторожная, предусматривает действия с более дальних дистанций, более быстрые действия, более торопливые действия, то есть меньше эффективность. Сама угроза применения такого рода систем ПВО, она влияет на противника в пользу понижения его эффективности. Хамас не принимает план американского президента по прекращению огня. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на свои источники в правительстве Израиля, которые сообщают, что хамасовцы «изменили все основные и наиболее значимые параметры плана Байдена и не хотят освобождать заложников». В то же время, опять же, по информации Рейтер, представители Хамас дали якобы положительный ответ на предложение США. Напомню, что Байден предложил трехэтапный путь для деэскалации в секторе газа. В частности, речь идет о немедленном прекращении огня, освобождении заложников, выводе войск Израиля из сектора газа и восстановлении региона. Военные аналитики считают, что террористы Хамас сейчас воодушевлены планом Байдена, ведь видят в этом окно возможностей, в частности, сохранение своей власти. Детальнее о действиях и Израиля, и Хамас мы также поговорили с военным обозревателем из Израиля Давидом Шарпом. «Тут важно понимать, в чем, собственно, цели сторон состоят. И цели сторон у некоторых сторон совпадают, а у некоторых сторон, а у других крайне противоположны. Значит, цель Хамаса – это, чтобы была прекращена война и чтобы он сохранил власть. Чтобы он сохранил власть, война была прекращена и не возобновилась. То есть для него перемирие – это ключевой момент. Перемирие – это совсем не то, что нужно Хамасу. Хамасу нужно сохранение власти, которое станет следствием прекращения войны и гарантии, что Израиль не продолжит. На меньшее. Плюс, естественно, ему нужны террористы, находящиеся в израильских тюрьмах. Это для него важнейшая цель символического характера. На меньшее Хамас пока не готов. И это понятно почему. Хамас видит, каким давлением оказывается Израиль извне. Хамас видит действия активные тех в Израиле, кто считает, что заложников нужно освободить буквально любой ценой, будь что будет. Хамас видит эффект от этого рода действий, понимает, что ему торопиться некуда. Он должен требовать буквально все. В свою очередь, Израиль пытается настаивать и настаивает на данный момент, что на готовности на 42-дневное перемирие, что, кстати, огромная уступка Хамасу и огромная проблема, в рамках которого будут освобождены, и тут Израиль тоже пошел на уступки менее 40 живых заложников. А вот дальше Израиль настаивает на том, что если не будут достигнуты израильские цели, то есть ликвидация военной структуры и гражданской инфраструктуры в Хамасе, в Газе, то война будет продолжена. Хамас, естественно, это не устраивает. И я сейчас очень упрощенно говорю, в этом камень преткновения. Есть, конечно, американский интерес. Американцы очень хотят, тут, к сожалению, он совпадает с интересом Хамаса, они хотят из электоральных и политических соображений, то есть внутриполитического давления и идеологии сторонников Обамы, которые во многом определяют внешнюю политику США на Ближнем Востоке, они хотят прекращения войны любой ценой и хотят разного рода комбинации осуществить, которые помогут им в предвыборном деле. Ну, например, прекратить войну, привести к формализации мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией и показать это как большое дипломатическое достижение в преддверии выборов. Это их важнейшая идея Блинкена, Салливана и компании. И безопасность Израиля, их в данном случае и без израильских интересов интересует мало. И поэтому они оказывают очень серьезное давление на Израиль. Во-первых, было, чтобы не осуществлялась операция в последнем основном оплоте Хамаса в Рафиахе на юге Газы. Израиль поэтому начал ее соглашение, потому что не хватало решимости у премьер-министра и кабинета войны. Начал ее с огромным опозданием и в очень замедленном режиме, чтобы американцам не злить. Так что, как ни странно, Хамас во многом воодушевлен позицией Соединенных Штатов находится на непримиримых позициях. В свою очередь, Байден и его администрация, по сути, согласились с тем, чтобы, в общем, они не против того, чтобы война была не то, что они за то, чтобы война была завершена, и хотели бы, чтобы Израиль пошел на этот шаг, то есть, по сути, за оставление Хамаса у власти. Вот такое вот противоречие. Американцы очень много говорили о том, что, почему, мол, Израиль не думает о том, что будет после Хамаса. Они сами на данный момент, по факту, в общем-то, готовы на то, чтобы Хамас сохранил власть, и то, чтобы война прекратилась. И это крайне прискорбно. Значит, если Израиль не идет на, как мне кажется, неприемлемые абсолютно уступки, которые приведут, по сути, к тому, что Израиль отказывается от своих целей в войне, и это означает проигрыш, то Израиль продолжает боевые действия. Я надеюсь, что они будут доведены в общевойсковой фазе до логического завершения, что будет, что называется, добитой силой Хамаса в Рафиахе, а дальше уж совсем последнем оплоте в центре Газа, который менее значим, чем Рафиах. И это мне видится абсолютно необходимой задачей. Также одно дело видится мне, а другое дело, что будет. Если израильское правительство пойдет на непоправимые уступки, это будет проигрыш в войне, который приведет к очень тяжелым последствиям. Все достаточно просто и ясно. Но пока война продолжается, вокруг сделки идут, что называется, прения. И в Израиле серьезнейшее давление на правительство изнутри, со стороны тех, кто хочет сделки любой ценой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин